Телеканал КРТ представляет Мы видим, что Зеленский пришел с этими лозунгами и мир, это главное, что он обещал. Но назначения, которые происходят, меня, как гражданин Украины, удивляют, потому что господин Резников, который сейчас вице-премьер-министр и который возглавляет Министерство по реинтеграции, такая персона назначается на столь важный пост, чтобы заблокировать вообще минский процесс, потому что Львовянина решать вопросы Донбасса, это как минимум даже Этическое такое кощунство. Как вы считаете? Ну, кадровая политика у нас вообще своеобразная в нашей команде и в офисе президента. Для меня тоже кандидатура Резникова. Я, насколько знаю, там еще очень много людей, кроме него, и все со Львова. Да, целая команда. Я сейчас ничего личного там против Резникова, но мне кажется, что люди, которые принимают такие решения кадровые, они повторяют ту же ошибку, которую делал еще Виктор Янукович, когда у нас, помните, даже анекдот такой был, Донецких отлавливали на улицах и ставили их на должностях. Доходило до маразма, когда, допустим, пример, приведу, Прилугский район Черниговской области, там и начальник город-дела, и райотдела, и прокурора, все были либо с Донецкой, либо с Луганской области. Это очень чревато последствиями, и такая региональная политика кадровая всегда плохо заканчивалась. Гройсман своих тянул, Винницких, там и так далее, и тому подобное. Когда был еще премьер-министр Беглый, партнер Юлия Тимошенко, напомните, как его фамилия уже, который в Америке отсидел, и Днепропетровских он тащил, и Днепра, который был, который в Америке отбывал срок, я уже не помню. — Лазаренко. — Лазаренко, да. При Лазаренко была Днепропетровская команда здесь очень сильная, и так далее, и тому подобное. Поэтому, и тем более, как может человек, который, в принципе, из-за Львова или в Киеве проживает какую-то часть жизни, понять ментальность людей, которые проживают в Донецке. Это совершенно, мне кажется, неправильный ход, и никогда такие люди ни о чем с той стороной не смогут договориться, не в силу своей неграмотности, либо необразованности, а просто в силу элементарной ментальности. Потому что люди должны друг друга понимать, хотя бы, о чем идет речь, тогда они найдут общий язык. В целом, если говорить о Минских соглашениях, знаете, я вчера на канале Ньюзуан обратился напрямую к президенту Зеленскому и предложил ему формулу, которая сможет хотя бы с мертвой точки этот процесс сдвинуть, потому что уже она стоит там точно 6 лет. В 2015 году подписали, уже вот, в 2006 год это все на месте и никак не сдвинется. Существует противостояние на фоне того, что мы говорим о том, что нам сначала дать границы, потом выборы. Россия говорит, что выполняйте Минские соглашения, а там написано, что сразу выборы, потом границы. И это как бы палка в двух концах. Я думаю, что разрулить ее вот так, как кто-то хочет, не получится. Поэтому я предложил следующий вариант. Мы знаем точно, что и Путин, и Меркель, и Макрон, они требуют от Украины выполнения Минских соглашений. Путин говорит, в свою очередь, что если мы не хотим, вернее, или не можем исполнить и хотим что-то изменить, то нужно выходить на прямые переговоры с представителями Ордло и договариваться. Если вы найдете там общий язык с ними, то Россия как бы не против, будет и поддержит такие изменения. Но у нас из-за того, что есть разные взгляды в обществе, и Петр Порошенко, наверное, для того, чтобы, скажем так, оправдать свои ошибки, он придумал такую метафору, вбил нам всем в голову, что если мы пойдем на прямые переговоры, то это первое. Таким образом мы легитимизуемо вытажки Ордло. И по-друге, это даст возможность нашим заходным партнерам залишить нас сам на сам с Россией, та санкция, которая была запроваджена против России, знята. И этот миф набивался нам пять лет в головы. И разумные люди, конечно, понимают, что это все миф, что это не так на самом деле, но часть, вот тех, скажем, 25%, которые поддерживают Петра Алексеевича, они более-таки активные, агрессивные, они тут же выступают, угрожают. Я думаю, поэтому и офис президента, и представители, которые занимаются в трехсторонней контактной группе, они остановили этот процесс, потому что просто элементарно боятся. Боятся протестов, манифестаций, потому что их будут обвинять в чем-то там, что это зрадо, ну тогда вы понимаете, о чем я говорю. У меня рецепт следующий. Сейчас пройдем к сути этого вопроса. Я предложил Владимиру Александровичу обратиться к президенту Трампу, Макрону и к Меркелю, чтобы и убедить глав этих трех государств, чтобы те публично заявили о том, что переговоры напрямую государства Украины с представителями ОРЛО не являются предательством, не являются легитимизацией этих ваташков, а это лишь нормальный цивилизованный процесс по мирному урегулированию конфликта. Потому что история нам говорит, что только на переговорах можно что-то решить. Как мы можем решить вопрос по Донецку, не привлекая с той стороны никого и не спрашивая, что будет дальше? Мы можем любые законы принять и изменить Конституцию, но если мы не будем понимать, как правовые нормы будут люди использовать, то ни к чему мы не придем. Таким образом, я хотел бы, чтобы, если действительно европейские партнеры и США, наши стратегические партнеры и поддерживают Украину, им ничего не стоит заявить о том, что они Украину не оставят, что санкции сняты не будут в любом случае с Российской Федерацией, и о том, чтобы мы могли спокойно вести эти переговоры. Таким образом, этот миф, который навязан нам предыдущей властью, будет снят и будет абсолютно свободный путь по разблокированию этого тупикового минского процесса. А вот если вы обращали внимание, недавно был даже скандал, что представлять от общества Украину назначили таких маргиналов, как Гармаш и Казанский, которые разжигали межнациональную рознь и ненависть к жителям Донбасса на протяжении вот этих шести лет. И это была инициатива к сделке Ермака по поводу вот такой вот группы от общества с украинской стороны, со стороны неподконтрольных территорий. Но, собственно, зачем это было сделано вице-премьер-министром Резниковым? То есть специально, чтобы точно-точно никто не договаривался? То есть тогда в чем смысл? Это же просто всем стало очевидно, что политика государства идет просто на замораживание конфликта. И тогда в логику замораживания конфликта, или, например, отгородить Донбасс со стеной, как вот есть такие вот мысли и сигналы тоже, это вот в этом направлении работа. И тогда оно все логично. Тогда как бы Резников на свое месте, тогда вот эти маргиналы в трехсторонней контактной группе, и с ними точно никто говорить не будет, чисто вот из принципа. И тогда, получается, минский процесс похоронен. Как бы как вот воспринимать позицию Зеленского по этому поводу? Ему же ничего не стоит поменять Резникова на адекватного человека, потому что Резников, он же уже тоже отметился о том, что говорит, что на неподконтрольной территории там людей лечить надо, говорит. Если у переговорщика такая позиция, с ним тоже говорить никто не будет. Переговоры – это всегда поиск опромиссов, а не поиск элементов давления какие-то. Если вы хотите давить, то давайте вооружаться и там воевать, объявлять войну и делать это все силовым способом. Если мы говорим о мирном процессе, то мы должны находить не точки давления, а точки соприкосновения, точки компромиссов – это первое. Что касается вообще ситуации с тем, что эти люди, о которых вы говорите, попали в эту группу якобы с той стороны, знаете, ну это, с моей точки зрения, это эксцесс-исполнителей. Владимир Зеленский, когда говорил свою тезу о том, что он хотел бы видеть в этой группе людей, которые не только являются, скажем так, грубо сепаратистами, но и те, которые с Донецка, но которых по своим там ментальности или идеологически, они не хотят отделения от Украины и, скажем так, они проукраинские. Об этом шала речь. Но у нас же, как всегда, знаете, Горбачев сказал, нужно бороться с алкоголизмом, вырубили все виноградники. Это эксцесс-исполнители. То же самое, мне кажется, происходит и здесь. Когда я увидел этих людей, ну как они, как могут, на что они могут влиять? Вопрос же эффективности. Смысл вести переговоры с самим собой. Вот Резников просто кого-то для себя удобного поставил и будет с ними говорить и договариваться. Только вопрос, а кто будет потом выполнять то, что они договорятся. Поэтому вопрос как бы такой. Мне кажется, поспешили, не поняли, о чем идет речь и по форме выполнили пожелания президента, а по сути сделали совершенно холостой выстрел в воздух. Ну давайте тогда перейдем к следующему вопросу. А вот касательно так называемого мовного омбудсмена. Прошлый мовный омбудсмен ушел с должности, потому что не было зарплаты, не было обеспечения, она об этом публично сказала. И вот назначили другого, тоже, который занимался украинизацией и так далее. Как вы оцениваете такое назначение и в принципе одобряете ли вы такую политику мовных омбудсменов? У нас кто-то, может, украинский язык притесняет, может, вы знаете об этих фактах, интересно послушать. Смотрите, насколько я помню, так называемый мовный омбудсмен, его деятельность, да, у нас регулируется вот этим законом о функционировании украинского языка. Сейчас этот закон рассматривается в Конституционном суде. Я не знаю, какое будет решение. И ходят разные слухи там. Очень интересный подход к этому закону. Я, кстати, один из подписантов поданял в Конституционный суд. Я считаю, что этот закон нарушает 10-ю статью Конституции и должен быть отменен. Думаю, что Конституционный суд, скорее всего, его отменит, но не по сути, не по содержанию, а по форме его принятия. Потому что там нашли процессуальное нарушение регламента и говорят о том, что, скорее всего, его отменят именно поэтому. Ну, это такое, знаете, решение среднее, потому что Конституционный суд давно уже стал политическим органом. Он не является, с точки зрения моей лично, каким-то органом, скажем, отдаленным от всех событий и процессов, которые объективно рассматривают дела. Он все-таки уже стал политическим. И я могу судить под тем вопросом, жизневажным, который принимал, по тем решениям, которые принимал Конституционный суд раньше. Что касается этого омбудсмена, ну, позорнее должности, наверное, в Украине еще нужно поискать. Потому что я считаю, что эта должность вообще не нужна. Это все равно, что, знаете, еще давайте ведем омбудсмена по половому воспитанию молодых семей. Он будет посмотреть, что там делает молодая семья, и как им правильно это делать. Ну, это то же самое. Понимаете? Мовный омбудсмен будет смотреть. Это проявление такого шовинизма и фашизма, на самом деле. Что касается вообще русского языка, не устаю повторять. Есть статья 10 Конституции, которая говорит о том, что есть в Украине государственный язык украинский, или державная мова украинская. В Украине функционирует и Конституция гарантирует полное развитие русского языка. И потом только Конституция говорит о языках национальных меньшинств. То есть русский язык не является по Конституции языком национальных меньшинств. Он является вторым по приоритету послегосударственного. И Конституция гарантирует его развитие и использование. Поэтому закон функционирования украинского языка, который делает квоты на радио, на телевидении, который запрещает показы в кинотеатрах, фильмов на русском языке, закон об образовании, который исключает обучение детей в школе и вузах на русском языке, все эти правовые нормы впрямую нарушают 10-ю статью Конституции. Поэтому здесь однозначная моя позиция, этот законопроект, как минимум, должен быть, как говорил Владимир Александрович Зеленский, еще будучи кандидатом президента, нужно пересмотреть. По-хорошему, его нужно полностью скосовать украинскую и забыть про него назову. Ее Конституция, она имеет нормы прямого действия, давно уже это просто урегулировано, и поэтому мы должны жить так, как написано в Конституции. Тогда у нас не будет каких-то противоречий, разъединений общества. И те люди, политики, которые говорят, а я часто это слышу даже от своих коллег, вот недавно Галина Янческая написала в Фейсбуке, говорит, там, мовное питание, оно штучное, придумано, на что ты тогда про это пишешь? Вот это мовное питание. Якщо ты вважаешь, что это мовное питание придумано, на что ты про это говоришь тогда? А люди, которые, политики, более опытные, которые принимали в 2018 году этот законопроект, они говорили о том, что это искусственно созданное, но свои политические, скажем так, амбиции, они решили. Закон они приняли, а потом вопросов нет. А потом, зачем это поднимать? Если у нас не было проблем, как они говорили, с 5-го года, еще при Ющенко, нет проблем с мовной, наши вы принимали этот законопроект. Зачем? Поэтому, знаете, такой политический цинизм в этом все, я вижу. Просто политический цинизм. А тогда как получается понять, когда представитель Зеленского в Конституционном суде выходит и говорит о том, что все устраивает, этот закон не нарушает Конституцию, все нормально? Вы про кого-то про Свегирю или про Венеславского? Я про представителя президента, который выступал в Конституционном суде, Венеславского, скорее всего. В Венеславском. Тогда просто понять не могу. Оля Свегири говорит о том, что Конституционный суд должен учитывать заключение Венецианской комиссии. А Венецианская комиссия говорит о том, что этот закон разбалансирован, что он не соответствует Конституции. Тут очень странная позиция. Я не слышал венеславского выражения, но я знаю, что Оля говорит. Поэтому тут нужно посмотреть, кто там что говорит. Дело в том, что странно получается, что вроде как и назначение Резникова, молный омбудсмен, позиция в Конституционном суде, что, мол, не надо пересматривать закон, все устраивает. То есть это устраивается в такую логическую цепочку, которая прямо говорит о том, что, скорее всего, у нас президенты живут по принципу, зачем выполнять предвыборные обещания, если ты не трус. И таким образом, собственно, вот интересная история, когда вроде как и было много обещаний, а вот уже прошло сколько времени, начиная с отреференума, заканчивая русским языком, ничего нет. Эти ошибки делали и предыдущие президенты. Виктор Янукович. Сейчас уже я общаюсь с многими политиками, которые были в его команде, которые, наверное, так же, как я, были с многими согласны, находясь в той коалиции. Каким-то образом они там пытались что-то делать, но публично они выходили, не говорили. Только сейчас они признаются, что, оказывается, и Азаров, и Виктор Федорович, они очень много внимания уделяли именно Западной Украине, там, где проживали, ну, скажем так, не их избиратели, и уделяли вниманию очень много этому. То есть была такая у них тенденция. Они делали все в Донецке, там, асфальтировали, цветы высаживали, все было красиво, здорово в Донецке, на своей родине, и в Западной Украине. А такие города, которые голосовали за Инноклассию, Запорожье, Николаев, Херсон, вообще ничего не делали, понимаете? Ну, стагнация была полная. Вопрос, зачем они это делали, ну, как бы вопрос к ним. То же самое делал Ющенко, когда был. Его Западная Украина в основном поддерживала. Он начал заигрывать с Восточной Украиной, и поэтому потерял все. Все заигрывания, они со своим электоратом, попытки, как бы, чуждых людей по ментальности к себе приблизить, заканчиваются тем, что они теряют поддержку своего избирателя. И это самая главная ошибка, потому что это предательство. Нельзя не выполнять обещания людям, которые ты давал на выборы. Это самое главное. Все тезисы, которые были на выборах, нужно выполнять. Это по Донбассу, по языку, экономическая свобода. Но то, что я вижу, люди, которые воспитывались не в наших традициях, не в культурных, не в гуманитарных, не в экономических. Вы же видите, что происходит. Третьяковые заявления. Видите, как поддерживали так называемую группу «Соросят» ее. И из-за этого на фракцию не вывезли вопросы. И мы не дали никакого своего ответа. И из-за этого теряем рейнинг. Уже объявили, мы 2% потеряли только за одной Третьяковой, за ее там 5-минутное выступление. Что дальше говорить еще? Экономическая политика. Все продать, чтобы государство ослабло. И у нас не было никаких рычагов влияния на экономику, которую Гончарук начал. Это тоже политика не наша, она с Запада пришла. Поэтому здесь нужно, наверное, нам повернуть немного левее. У нас нет левого крыла в парламенте. Я, наверное, там... Не знаю, еще назову несколько человек. Ну, наверное, не стоит. Но я, скажем так, я являюсь таким агитатором или стэкхолдером, как сейчас называют, по левому движению внутри фракции. Я постоянно говорю коллегам о том, что у нас государство социальное. И мы должны не забывать о социальных программах. И соцэконом, который даже был депутатский, вот мы до сих пор его не получили. Мы уже 9 месяцев у власти. Одни обещания. Кабинет министров один нам обещал, второй обещал, что-то там заполняем, какие-то таблички сдаем. Ведь соцэконом — это же не привилегия депутата. Она же не идет нам в карман. Она идет людям на выполнение самых элементарных проблем, которые есть. Эта постанова просто соцэконом, которая есть в комитете министра, она тоже как-то надолуга. На самом деле, когда я начал вникать в нее, ну, там, ты не можешь решить проблем, которые там действительно нужны людям. Ее так писали, знаете, ну, не на те программы, скажем так. Я не буду сегодня тема не экономическая, но она написана для того, чтобы просто тырить деньги. А не помогать людям. Я думаю, что ее нужно менять. Я уже обращался к Шмыгалю и Петрашку, министру экономики, о том, что постанову нужно изменить. Я понял. Если немножко вернемся все-таки к Минским соглашениям, вот мы видели, как назначили нерукопожарных людей от Украины в Минскую подгруппу, от общества, от представителей общества. С учетом того, что вопрос, в принципе, Минских соглашений законодательно никак не урегулирован. И с учетом того, что с маргиналами, которые разжигали войну, явно никто за стол переговоров с той стороны не сядет, мы предложили нашу группу общественников, которые рукопожатные, которые не разжигали войну, а которые, наоборот, делали все, чтобы конфликт как можно быстрее на Донбассе все-таки сошел на нет, и Донбасс вернулся в Украину. Но это и Геннадий Борисовичев, это и Александр Семченко, это Виктория Шилова, я и Егор Мысловец. И здесь, получается, вот мы публично заявили об этом, о том, что, друзья, ну, видите, те люди точно не договороспособны. Мы можем начать хотя бы переговорный процесс с общественниками с той стороны. Мы в любом случае, все, что мы нарешаем, это будет лишь рекомендация. Выполнять или нет, это такое. И мы же также предложили сделать это публично, с учетом того, что мы все публичные люди, журналисты, блогеры, общественники, сделать это все в прямом эфире и так далее, чтобы в таких вот переговорах, когда оно все онлайн, в открытом доступе, это все видно, и это все публично, и тогда сразу становится понятно, какая сторона сабутирует этот процесс. Вот как вы считаете, наша инициатива имеет право на жизнь, и какая будет реакция с офиса президента? К нам придет подтверждение того, что мы можем поучаствовать в этой группе, как представителя общественности, или к нам придет СБУ с вопросами? Знаете, любая инициатива от граждан и общественных организаций, она имеет право на жизнь. Любая. Любой человек, который занимается общественной деятельностью, он видит проблему и знает или понимает, как ее решить, он имеет право это предложить власти. Притом, это же норма Конституции, которая это позволяет делать, если это не противоречит закону. Единственная оговорка только. Вы же не собираетесь заниматься продажей человеческих органов или чем-то еще таким. Это же направлено на мирный процесс. А что касается моего мнения вообще по этой группе, знаете, я, наверное, сейчас разочарую, но я считаю, что форма ведения переговоров через общественные организации, а это вся трехконтактная группа, она же никаким законом не урегулирована. Она создана на основе указа президента и, в принципе, эти люди не профессионалы, они работают на общественных началах. Ну, кроме там министра, это уже в последнее время переформатировали. Ну, суть ее это не меняет. Я считаю, что реальный эффект по достижению мира на Донбассе будет тогда, когда стороной процесса будет, скажем так, орган или субъект, который имеет властные полномочия, который принимает решения. Группу на общественных началах создал Порошенко для того, чтобы не нести ответственности политические. Вы же это понимаете прекрасно. Это было сделано для того, чтобы там, как бы там не договорились, а вдруг какой-то будет прокол, чтобы от себя отвести негатив какой-то. И до сих пор мы одели те же сани или там те же кеды и пошли дальше в это живо обуви делать эти ошибки. Поэтому я постоянно говорю о том, что если мы реально хотим, ну реально, не делаем вид, что мы что-то делаем, а хотим реально достичь мира, нам нужно, чтобы этим занималось государство, а не какие-нибудь общественные организации. Хорошо, тогда перейдемте к следующему вопросу. Вот с Евросоюза недавно заявили о недопустимости поддержки украинского машиностроения, потому что если получается украинское правительство решит поддерживать наше машиностроение, оказывается, то европейские банки просто заблокируют финансирование всего этого дела и наших украинских компаний. И нам как бы намекают, что соглашение про ассоциацию с Евросоюзом, оно подразумевает экономическую часть и там, где четко прописано, что Украина может делать, а чего она не может делать. Если мы возьмем Евросоюз, например, там корпорацию Airbus, они почему-то могут миллиардами датировать свое машиностроение и как бы это вызывает вопросы только у Соединенных Штатов и у корпораций Boeing, в котором они являются конкурентами. А для нас, получается, мы видим такую позицию, которую доносят второстепенные членовники, чтобы не светить, так сказать, официальную позицию всего Евросоюза. Это нормально с вашей точки зрения? И о чем это говорит? Вы, наверное, говорите о законопроекте 37-39, да? Скорее всего. Я являюсь автором этого законопроекта вместе с Наталухой, Димой и Дмитрием Киселевским. И еще там есть Петласов у нас. Смотрите, с первого дня нашего прихода в парламент, после того, как я попал в экономический комитет, идея локализации, для зрителей объясню, речь идет о преференциях наших производителей при, скажем, осуществлении публичных закупок. Мы же как раз шлем промышленного комитета по развитию. Я глава подкомитета промышленности. Для того, чтобы делать государственные заказы нашим компаниям украинским, был придуман этот законопроект. Но когда мы начали подготовку к нему и начали общение с Кабинетом Министров, с Министерством Экономики, я уже тогда понимал, что будет сопротивление Запада. И не только Европейского Союза, я думаю, и МВФ будет еще, тоже они свое слово скажут. Поэтому я рекомендовал вообще, как бы, это вот личное мое мнение было, я понимал, что это нужно делать, но мы могли сделать гораздо проще. Мы могли просто, я говорил и Гончарку еще, и Милованову, министру экономики, дайте команду, чтобы все закупки получали, выигрывали наши производители. Ведь, знаете, система так построена, прозоро, она вроде бы является формально такой объективной, а на самом деле это не так. и обычно по каким-то признакам, там, квалифицирующим исключают из тендеров, не дойдя даже до аукционов, еще не рассматривающего предложения наших производителей. Ну, например, там была проблема, я разбирался с запорожским трансформаторным заводом. Когда завод просто не положил справочку о том, что они, там, завод с 50-летним опытом, который во всем мире построил трансформаторы, там, полмира пользуются продукцией этого завода, якобы они не доказали, что они имеют сервис обслуживания этих трансформаторов. Ну, это же абсурд, понимаете? Это все равно, что сказать Мерседесу, вы свои Мерседесы не можете обслуживать, потому что бумажечку, справочку нам не дали. А может, она специально, эта справочка потерялась там по пути, когда нужно было подходить. То есть, злоупотребление. Если бы была политическая воля и команда жесткая премьер-министра закупать только украинская, поверьте мне, никого закона принимать не нужно было. Вот никакого закона принимать не нужно было. И это бы не вызвало никакого сопротивления у Запада и так далее, и тому подобное. Но, хочу добавить, что все страны Европейского Союза, и особенно США, и Китай, публичные закупки делают только у своих компаний, либо у ближайших своих соседей. Ну, допустим, это Европейский Союз, это страны Европейского Союза. Попробуйте пойти со своими предложениями куда-то что-то там поставите. Вы никуда не пробьетесь. Вас там вышвунут за три секунды, еще дела на вас какие-то там сделают. Они себя жестко защищают. Вопрос здесь абсолютно несправедливости, дискриминации и унижения нашего государства. Поэтому я за то, чтобы законопроект 37-39 стал законом, мы должны не прогибаться и отстоять позиции наших товаропроизводителей. Я за это. И в большем хочу сказать, этот законопроект он консолидирующий, потому что я знаю, его поддерживают практически все фракции. Я не знаю, там фракции позиции голос, но Европейская Солидарность, Батьковщина и ОПЗЖ и группа доверия точно за этот законопроект. Несмотря на то, что у нас даже внутри нашей фракции есть так называемые сарасята, которые возмущаются, там что-то им не нравится, голоса в парламенте есть. Вопрос, как президент на это посмотрит, и не поставит ли он ветер на этот законопроект. А вы упускаете, что такое может быть? Все может быть. Я понял. А вот что насчет ассоциации, договора про ассоциацию с Европейским Союзом? Ведь получается достаточно невыгодные условия вот этой евроассоциации. Наши промышленники уже не раз много говорили о том, что ну вот невыгодно это для нашей промышленности и что Азаров тогда был прав, когда говорил, что экономическую часть давайте не подписывать, потому что нужно сначала перестроить свою экономику, подвести ее к стандартам Евросоюза, чтобы мы были конкурентно способны, когда открываются рынки. А сейчас получается игра в одни ворота, когда Евросоюз наводняет Украину своими товарами, а Украина фактически имеет очень жесткие ограничения, и нам выдаются квоты, что мы можем, а что не можем поставлять. И опять же в договоре про эту Евроассоциацию написано, что разорвать можно только по обоюдному согласию. То есть заложен инструмент, что мы с одной стороны, если у нас что-то не устраивает, уже не можем ее разорвать. Планируете вы каким-то образом инициировать вопрос пересмотра через Верховную Раду или какие-то другие инструменты вот этого договора про Евроассоциацию все-таки в более выгодную для украинских промышленников сторону? Вы знаете, когда вы приходите после подписания невыгодного вам контракту контрагенту, то вам нужны аргументы. Самый лучший аргумент для Украины это найти другого такого же весомого партнера и где будет просто товарозамещение. Нужно всегда быть готовым к тому, что если вы идете на эти переговоры, что эту ассоциацию в принципе нужно так аккуратно разорвать. Либо пусть они идут на уступки и в определенной части эту угоду нужно изменять. И это задача в первую очередь министра экономики и министра иностранных дел. Конечно, не один раз уже говорил, я и Петрашко говорил об этом на комитете последнем, что нужно что-то с этим делать, потому что там невыносимая норма для нас, мы будем статировать дальше, она нас загоняет в долги. Знаете, я больше хочу сказать, я этой темой занимаюсь давно, в 2012 году Запорожье проходил форум, его возглавлял тогда Виктор Медведчук, еще до войны с Россией, еще до этого конфликта на уровне Академии наук были сделаны огромные расчеты, большая очень работа была произведена в сфере экономики всех отраслей, и сельском хозяйстве, и машиностроении, и металлургии, и тот прогноз экономический, который есть у нас сейчас, был тогда разработан в 2012 году и был показан. И тогда Россия говорила о том, что она предлагала нам войти в единое экономическое пространство, так называемое Еврозест, и на одной там платформе взаимных пошлин и более унифицированной таможенной политики сделать, скажем так, наши товары более конкурентоспособны на мировом рынке, но только в рамках той кооперации, которая была произведена еще во времена Советского Союза. Даже Янукович не услышал тогда эти заявления, даже он проигнорировал их. Я помню, вот показательно, Богуслаев не приехал тогда на этот форум, директор Моторсечи, а там очень сильно были проблемы именно Моторсечи, это явно прослеживалось, и он не приехал, посчитал, что это несерьезно, и теперь мы знаем, что за Моторсечу происходит. Они практически банкрот уже сейчас, и без государственной помощи, и завод просто ставят. Это вот говорится о том, что нужно всегда смотреть вперед, на три шага вперед, и думать стратегически. Поэтому я считаю, что нам сейчас нужно сближаться с людьми, которые нас еще помнят, которые хотят наши товары. Да, у нас есть проблема с Россией, но я все равно Россию не исключаю с этого списка. Во главе всего все-таки Казахстан, Азербайджан, Молдавия, Беларусь. Это те страны, которые нужно нам ехать с ними, общаться, договариваться и увеличивать товарооборот экономический, потому что мы сильно упали. Допустим, с Казахстаном у нас, у меня есть данные статистики, у нас был товарооборот на уровне 2,7 миллиарда долларов, сейчас он около 800 миллионов долларов в год всего лишь на все. И если раньше была тенденция, у нас была положительная торговая сальда, мы больше товаров отправляли, меньше отправляли, сейчас мы больше берем углеводородов у них, это бензин, дистопливо и так далее, то есть газ, пропан, бутан. Поэтому без своих традиционных рынков внешних, я думаю, Украине будет очень тяжело и сложно, и нам нужно сказать честно, поставить диагноз, в чем проблема нашей стагнации. Наша проблема с стагнацией, мы пошли не в ту сторону, мы поссорились со всеми соседями, начиная от Польши, у нас нет хороших отношений, у нас нет с Румынией хороших отношений, у нас, ну практически, да, даже с Белоруссией, насколько она была лояльна к нам, мы там поддержали санкции Европейского Союза, но мы сами себе наступаем просто одной ногой на вторую, вот и все. Это такая глупая политика, я не понимаю, кто это делает, почему и зачем. И если мы возьмем исторические или там геополитические страны, которые хорошо развиты экономически, мы посмотрим на их отношения с соседями, у них замечательные отношения с соседями. Вы посмотрите на Кубу, пока они ругались с Америкой, они было так плохо, там, за счет Союза жили только, Советского Союза, и долги же Россия, вы знаете, да, Кубе простила просто. Да-да. Сейчас у них более-менее отношения наладились, и Куба сразу начала развиваться. То есть всегда есть такая просто экономическая теория, если ты соседом ругаешься, то тебе ничего хорошего не будет. Тем более с таким большим, огромным, как у нас северный сосед. Ведь это наш огромный рынок, который мы потеряли. Хорошо, если тогда мы опять же будем говорить про политику президента. Мы слышали много раз инициативу про, как это даже правильно сказать, инвест-нянь. То есть получается, когда заграничный капитал заходит у нас в Украину с определенного, скажем так, лимита денег, ему выдается отдельная инвест-няня, которая оберегает его и решает вопросы на уровне самом-самом высоком. А получается, тогда, извините, а наш бизнес, ему-то будут назначены инвест-няни, просто для нашего бизнеса ничего не озвучивается. А вот для заграничного, который будет сюда заводить деньги, там прямо просто рай какой-то рисуют. как вы относитесь к этой инициативе и насколько реально, что ее действительно введут. Потому что если введут, тогда у нас получается заграничный капитал будет всегда в приоритете. И тогда, скорее всего, наши промышленники вынуждены будут специально бежать с деньгами за границу, открывать там компании, доказывать, что они заграничные получаются бизнесмены, и только тогда инвестировать, чтобы получить определенную защиту от всевозможных правоохранительных органов и так далее. Потому что, вы знаете, у нас правоохранительные органы почему-то часто приходят именно, когда собственники украинцы, а когда какая-то заграничная корпорация каким-то заводом руководит здесь или другим предприятием, почему-то не доходят от правоохранителей со своими проверками и претензиями до этих компаний. Хотелось бы услышать ваш ответ. Виной всему этому является так называемый комплекс меньшевартости, по-русски комплекс неполноценности. У Зеленского? Я не про Зеленского сейчас говорю, я говорю за нас всех, за украинский народ. У нас, к сожалению, в украинском народе этот комплекс существует. И мы перед всем заграничным блеем, блеем, радуемся, прыгаем. Я про это говорю. Когда президент говорил об инвестняне, это говорило об его искренних намерениях защищать инвесторов, чтобы они не поддавались никакому давлению, не боялись вкладывать деньги в нашу экономику. Это хорошо. То есть с точки зрения целей, задач, которые он хотел, это очень хорошо. Но с точки зрения методологии, реализации этого всего, это инвестняня, мне кажется, что нам нужен инвестдядя. Знаете, я сейчас объясню, почему. Я сейчас попробую сарказмом немножко. Хочу рассказать вам старый анекдот грузинский, вернее, анекдот, а были ли такие, помните, в советское время короткометражные фильмы грузинские, такие по 15 минут. И там был один сюжет, когда один грузин залез на такую огромную 300-летнюю грушу, а слезть не мог, боялся высоты. Ему соседи грузины подбегают, бросают веревку, говорят, завязывайся. Он завязался, они раз, два дернули, он падает с груши и убился. Подходит грузин и так говорит, странно, таким же способом вчера одного из ямы вытащили, ничего. Знаете, то есть метод, понимаете, неправильный, он иногда ведет к убийству. Цель хорошая была спасти дерево, а убили его. Поэтому вернусь к нигде с дядей. У нас каждый раз мы же видим рейдерские захваты. Вот вчера буквально опять в Фейсбуке увидел в Запорожской области какой-то колхоз, там заехали опять рейдеры с комбайнами, убирают зерновые, которые не сеяли. Я тоже когда-то занимался, я имею в виду сельским хозяйством, у меня тоже на меня нападали рейдеры, я помню, как это больно было, когда ты вызываешь милицию, они бездействуют. У них какие-то левые договора, там непонятно, я сеял, земля, ну они говорят, вот тут пайщики сказали, что это их земля, поэтому, и нагло просто у меня когда-то так вот 200 гектар просто убрали. Я это пережил на своей школе. Поэтому нужен инвест дядя в виде там министра Авакова, который должен реагировать, понимаете, на это. Вот он пусть своему Авакову, пусть лучше скажет, будь инвест дядей, не ездить с ним там указать, что делать, а пусть он ему просто скажет. Проблема в Авакове здесь, потому что если МВД не реагирует на такие вещи, ну как это, на чем мы говорим, какая инвест няня поможет. Нужно, чтобы министр внутренних дел стал 200 дядей, чтобы если где-то что-то захватывают, мгновенная реакция, мгновенное наказание. Никакой жалости, чтобы не было, понимаете? Никакой жалости. Если чиновник где-то начинает, вот допустим, я вам сейчас скажу случай, ко мне один предприниматель пишет уже, не нравится, месяц целый, куда только я не обращался как народный депутат. Проблема в чем? Есть база отдыха в Кирилловке, и он целый год не может сделать подключение к сети. Не может сделать подключение, потому что у него якобы нет ввода в эксплуатацию зданий, а здание у него не капитально, не без фундамента, деревянные домики стоят. И он ходит в Бонер, они просят документ, он ходит в ГАСК, они говорят, мы не можем выдать, потому что это не капитальное строение. И что ему делать? Начали разобраться, разбираться, я и к министру обращался, уже бусловец колик, у кого начали в обовязке. И к главе фонда Держмайна дали юристов, разобрались, глава об ЛНР, они права. Она злоупотребляет. Нет закона, который бы давал право это делать. Но нет наказания за такое. Поэтому мы сейчас создали рабочую группу вместе с Андреем Герусом совместно. И проблему, а это системная проблема всей Украины касается, сейчас зрители меня слышат, мы хотим поднять вопрос об ужесточении и внесении в кодекс административных прорушений персональную ответственность глав обл.энерго, которые без повода, без причин нарушения и кодексов, и нарушения закона, не подключают потребителей и сроки, которые у них там есть, 12 месяцев, мы сделаем до месяца. Вы не представляете, до какой степени это отталкивает инвесторов. Потому что у нас подключиться к сети, но это просто, я не знаю, говорят, что нужно 10 тысяч долларов занести, тогда тебе сразу в течение месяца подключают. Это один из вариантов. Понимаете, инвест-няня это далеко, а есть проблема, которая уже десятилетиями, и никто с ней не борется. Мы хотим законом, еще раз повторяю, ужесточить, и если обл.энерго, там, директор не подключает, тысячи, что штрафов заплатил один раз, у них зарплаты хорошие, хватит, тогда посмотрим, как они будут на это реагировать. Ну и следующий вопрос тогда, вот у нас очень напряженная обстановка на улице. Мы видели противостояние между сторонниками партии политической Анатолия Шария и нацкорпусом, и прочими националистическими партиями, где в этом свобода, демократических топоров, у нас такие тоже есть. Сокиры. Да, Сокиры там, я на русский просто переложу. Знаю, они постоянно меня уважают. Да, и опять же, полиция бездействует. Мы видим, как Шарий достаточно аргументированно приводит доказательства, что готовятся и с администрацией президента, и пиар-компании негативные в его адрес, и в адрес его партии, и всевозможные, я так понимаю, попытки или там покушения, или планирования, убийства его и так далее. И он приводит достаточно аргументы, телефонные звонки и так далее. А то есть с президентом мы слышим, ничего не слышим, нет какой-то позиции, просто все это неправда, все это глупости и так далее. То есть они это не провергают и не подтверждают. То есть, как бы, собственно, позиция странная. Вот как вот вы считаете, это нормально, когда вот у нас в Украине такое происходит, когда вроде как на улице идет избиение людей по политическим их убеждениям, и правоохранители при этом так вяло-вяло реагируют, потому что на данный момент еще никого не посадили в тюрьму за это, а уже сколько людей избито, унижено. То есть нарушается закон, никто не реагирует. Если мы берем даже вот, опять же, доказательную позицию и партии Шария в отношении вот действий против него, тоже нету какой-то реакции. Это какая-то системная политика уже, или все-таки что происходит? Объясните, пожалуйста. Я тоже хотел бы понять, что происходит. Но то, что идет травля на партии Анатолия Шария, и угрозы, и нападения, это недопустимо, с моей точки зрения. Это нужно пресекать, и пресекать жестко, железной, карающей рукой. Опять-таки, проблема у нас в силовиках. У нас силовики довольно-таки странно на себя ведут, и парадигма их поведения заключается в следующем. Они слабого или одного человека тут же избивают, унижают, руки ломают. Видели, там, одного человека убили с двух ударов там, да? А как только какая-то сила появляется, они тут же сдают назад. То есть, вот, ну, как-то это не по понятиям, это не по-пацански, понимаете? Ну, я так, грубо говоря, по-уличному, но бить слабого нельзя. А если есть сильный противник, который другого бьет слабого, его нужно защитить, вот этого слабого, от этого сильного. Ну, что это такое? Когда журналистов бьют, а полицейские стоят, смотрят молча на это. Ну, как это? Вы представляете такое в советские времена? Я вообще не представляю. Просто не представляю. Чтобы до милиции, там, до участкового кто-то подошел. Я помню, на случай был один, когда пьяный один там, ну, не подросток уже был, молодой парень, уже был после армии, он оторвал погон одному участковому у нас там в селе. Ему пять лет дали. Он пять лет оторванил в тюрьме за то, что оторвал погон. Жестко страна пресекала, государство было сильным. Это показывает слабость власти. Я в этом смысле против того, чтобы шари отравить. Нравится он кому-то, не нравится, ищите аргументы, доказывайте словами. Но применение сил или угрозы, я думаю, что боком выйдут для этих политических сил, которые этим занимаются. Что касается офиса президента, я бы здесь, знаете, не обобщал, если есть какие-то конкретные люди, конкретные имена, фамилии, которые этим занимаются, то ли там их озвучивают, я не хочу их озвучивать, то это проблема их. Я не думаю, что весь офис президента или сам президент этим занимается. Честно скажу, я не думаю, что это так. Я сам помню, когда мне там заблокировали на два месяца поход моей на каналы, я знаю, кто за этим стоит, почему это было сделано и как это было сделано, понимаете. И президент точно об этом не знал. Поэтому однозначно обобщать я бы не стал. Есть конкретные люди, но я думаю, зря они это делают. Лучше бы занялись проблемами, которые есть государство. У нас проблем хватает. Антолий Шари не является проблемой для государства Украины, с моей точки зрения. А вот что касается деятельности правоохранителях органов, это полиция, СБУ, почему они бездействуют и не делают ничего для того, чтобы эту ситуацию прекратить? Ведь эти противостояния, когда вот по политическому уже мотиву начинается действительно такая травля, она же может легко перерасти в стрельбу, а стрельба уже в какой-нибудь вооруженный конфликт. И потом эту ситуацию просто будет очень тяжело погасить, а все к этому идет. Ну, монополию насилия нужно вернуть государству. И здесь вопрос воли президента, потому что это во многом зависит от его характера. Президент у нас очень честный человек, очень добрый, и, наверное, силовики просто вот этой добротой его пользуются. я бы на месте президента давно бы сделал кадровое решение и поставил бы KPI для каждого министра, главы СБУ и время, за которое должен был наведен порядок на улице в первую очередь. Все очень просто. Кадровая политика это всегда техзадания, KPI и время. И люди, которые контролируют этот процесс и докладывают. Вы знаете, на чем держится управление, в принципе, по эконом-теории? Да, это всегда планирование, организация, координация и контроль. Четыре принципа, которые нужно применять всегда в управлении государством. Если хоть один принцип этот из четырех, которых я назвал, отсутствует, то управление хромает, либо вообще отсутствует. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время все-таки все эти четыре принципа хорошо у нас в стране настроят, потому что на данный момент, к сожалению, ситуация неутешительная. К сожалению, так. Спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. С нами сегодня в программе был народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко. Это была программа «Без протокола». С вами был я, и ведущий Дмитрий Василец. До скорого!